Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Far Cry Primal. Друзья, у нас подъехала новая заставочка, давайте ее посмотрим и продолжим играть. Вот такая вот брутальная заставочка, друзья, такая жестокая с какой-то стороны. Как я понимаю, сюжет двигает в основном шаман и Сейла, наверное. Ну, я могу ошибаться, потому что вот остальных персонажей мы открывали, там делали с ними задания и как-то в итоге движухи никакой не было в плане заставки. И, друзья, давайте сейчас построим дом для Джеймы. Я собрал все необходимые ресурсы в конце, точнее между серий. Давайте сейчас улучшим для нее дом и у нас появится возможность сделать себе двойной лук. Это круто, друзья, это классно. Сейчас мы сразу же его сделаем. Жаль, не пропускаются эти кат-сценки, но ничего страшного. Принимаем, 3000 опыта нам прилетает. Это прекрасно. Ну что ж, давайте теперь заглянем в изготовление и посмотрим, где наш двойной лук. Вот он, красавец. Сейчас, друзья, не задумываясь, тут же делаем. Это класс. Обалденный урон, 6, точность 8, скорострельность 6. Ну, просто супер. Разом выпускает две стрелы. Еще вот праща есть, я ее не делал. Если честно, я даже не знаю. Есть в ней смысл какой-то? Друзья, подскажите, вот есть смысл в этой праще? Может, она какая-то сверхклассная и крутая? Я ее не оценил и до сих пор не скрафтил. И все такое. Ремень для копий. Шкура носорога. 5 штук. Вы знаете, прибережем пока шкуру носорога на всякий случай. Не будем спешить. Посмотрим теперь в навыках, что у нас есть. Наконец-то, друзья, 6 очков. И мы можем взять дополнительную полоску здоровья. Берем. Отлично. Класс. У нас теперь, ну не максимальное, но очень приличное теперь у нас здоровье. Пятая полосочка появилась. А вот посмотрите, это двойной лук, как выглядит. Их можно менять, но, конечно же, двойной. Даже и речи не идет. Правда, он его прячет сразу. Ну, видимо, потому что тут винджи там и все такое, чтобы ненароком ни в кого не шмальнуть. Друзья, давайте сейчас в тайничок залезем. Заберем отсюда что-нибудь полезное. Так, у нас полным-полно всего, кроме вот этого дела. Сейчас, видимо, на крафт много ушло, поэтому забираем все. И надо иметь в виду, чтобы забирать в будущем. Давайте теперь поспим до рассвета. И у меня есть задумка, друзья, сходить, открыть еще одного персонажа. По-моему, где-то внизу я в прошлой серии заметил одного из персонажей. Возможно, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это что-то другое. Но давайте посмотрим сейчас на карте. Сейчас токар наш проснется. Любитель поспать, знаете ли. Уже все здесь вовсю работают, а он отсыпается, лежит. А именно, друзья, вот что я хотел. Вот, это персонаж, скорее всего, как я понимаю. Исследуйте отдаленную пещеру. Да, скорее всего, это персонаж. Поэтому мы отправимся в этой серии как раз туда. А здесь у нас еще появилось... Нет, не появилось. А нет, появилось. Задание у шамана. Давайте сгоняем, возьмем. Но все равно сходим, откроем того персонажа. Вообще, вот эту легенду о мамонте еще можно попроходить. Ну, друзья, пройдемся. Там... Не помню, что в конце. Мне говорили, я уже подзабыл. Но ничего. Пройдем, узнаем. А вот наш шаман. Твой дух кипеть. И пить кровь солнца. Ой, шаман, ты сейчас опять нас напоишь до глюков. Ну, конечно, да. Песочка добавить надо, а то не сладко. Ты смотреть, что кормить санцехода вахнем. Смотреть. Ну, все, друзья, понеслась. Он постоянно веселится. Я думаю, он знает больше про эту жижу, чем мы. Скорее всего. Постоянно нос опоет и радуется, как мы валяемся там и корчимся. Взяли. Называется задание у шамана. Ну, ладно, друзья, посмотрим, сколько это будет времени у нас продолжаться. Я думаю, может быть, исходим мы еще того персонажа откроем. Что-то пугать из зилы. Они нас не видят, получается, так? А вот Батори как раз. Не трогать Крати. Или Крати. Так, и где мы оказались? Угу. И зила боятся Крати. Я нести Крати. Ну, вот, собственно, там был у нас лед. Здесь у нас огонь, друзья. Вот так они разделили, интересно. Здесь главгадов всяких разных. Все из зила боятся огня Крати. Удерживайте и нажимайте, чтобы выстрелить метеоритной стрелой, а обрушить на врагов ярость солнца. Убейте по пять врагов, чтобы зарядить огонь Крати, и получить возможность сделать мощный тройной залп. После тройного залпа вы переключаетесь назад на метеоритную стрелу. Угу. Ну, я думаю, разберемся сейчас. Не совсем я понял, что от меня хотят, но я думаю, разберемся. Доберитесь до чего-то там. А, оу, это, друзья, это артиллерия. Внимание. Бам, на, лови. Еще. Пошла жара. Это самая настоящая арта, друзья. Это прикольно. Тройная стрела. А ну-ка. На кого? Кто хочет? Я думаю, они так или иначе бесконечные. Поэтому особо нам настреливать смысла нет большого. Я думаю, пробежать есть смысл. Лови. Воу, тут даже... А, можно даже особо не натягивать. Это просто для прицела. Лови, пацаны. Все, тройной залп есть. Но мы пойдем дальше. Пока нас никто тут не напрягает особо. Пускай у нас будет тройной залп. Мы сейчас им где-нибудь в кого-нибудь дадим. Но попозже. Вот, пацаны, например, вот эти. Так, а нам... Нам, возможно, уничтожься стоящие камни. Да, отвали. Не мешай. Так. Они еще по несколько попаданий выдерживают. Я понял. Посмотрите, живучий камень какой. Так, и что дальше? Опять что-то использовать. Стройной выстрел, чтобы расколоть луну. Ох, ничего себе тут замашки. Так, вот, тройной выстрел. Не знаю, правильно я делаю, нет. Наверное, да. Друзья, луна раскололась. Посмотрите, какая дичь. Дичь творится полная просто. А, еще пока не раскололась. Еще нужно только-только. Слушайте, а здесь пробивают довольно-таки здорово. Ну что, давай, тройная стрела, приходи. Я же в предыдущий раз просто зарядил ее, гуляя в землю. Нет, тем не менее, не заряжается. А может, одинарной хватит? Ну, давайте попробуем. Нет, одинарной просто не долетает. Понятно. Все, тройная есть. Лови. А ну, посмотрим. Да, еще надо, значит. Хорошо. Слушайте, мне определенно нравится больше, чем ледяной квест. Здесь прям все, ну, мега эпично. Да иди ты давай. Стреляешь. Так, тройная есть стрела. Все, давайте луну расколем. Интересно, зачем это надо вообще? Еще надо немного. Убивайте из зилы, чтобы зарядить лук. Да где вы все? Ой, запарили вы серьезно. Маскируются, что ли? Стоп, стоп, это не тебе. Друг, извини, это вот сюда. Так, тройная есть. Долбим. Все, раскололи. Отлично, друзья. Ну, тут, скорее всего, не то, что мы раскололи там, а скорее она раскололась бы, пока мы до сюда дошли. Я думаю, можно было даже не заморачиваться особо. Просто идти и дойти. Хотите целиться точнее, удерживайте. Понятно. Ну, вы знаете, попроще. Попроще, чем ледяной, но поэпичнее все это выглядит гораздо. Ну что ж, выполнили, выполнили. Хорошо. Я не собирался, но... И так, как говорится, сойдет. Шаман, в следующий раз пей сам, понял? Сперва ты отведай из моего кубка, а потом я. А ты тоже, по-моему, накинул, да? Может быть, из этого или из другого кубка? Ну, по-моему, ты тоже натряхнул там слегка, да? Ну, получается, что так? Я видеть конец санцеходов. Нет. Конец уруса. Конец всех. Все, чего санцеходы боятся. Ты видеть маску. Кратик, кратик, кратик. Кратик, кратик. Мне снова это снится. Ты ходить. Шаман, ты прям, смотрю, приборзел. Ладно. Мало того, что напоил какой-то жижей. Так еще и ругаешься тут. Хорошо. Я думаю, придется нам снова спать, друзья. Скорее всего, либо это еще до сих пор утро. Как вот узнать, утро это или не утро? Часов-то у нас нету никаких. Как бы палочку где-нибудь в землю-то воткнули. Ладно, разберемся. Ночь так ночь, ничего страшного. И нам вот сюда. Летим. И дойдем сейчас до этого персонажа. Посмотрим, что это за интересный такой персонаж. По пути собираем все. Шкуры. Посмотрите-ка, тут такие шкуры полезные всякие лежат, которых у нас не было. Отлично. Берем. И метку куда? Сюда. Саблезуб. Ты как там, нормально все? Поехали. Поехали, точно, Саблезуб. Ты прям молодец. Все время мне напоминаешь. Не хотя. Что можно ездить здесь, на тебе. Отлично. Погнали. Ох, друзья, посмотрите-ка, прям эффект скорости. Такое здесь прям изображение размазывается. Целых 20 километров в час мчимся. Вы представляете? По меркам каменного века. Это же вообще бешеная скорость практически. Так, Саблезуб, ты куда меня завел? Спрашивается. Можно ли у тебя узнать? Давай. Нам сюда. Практически форсаж. Я бы сказал. По пути, друзья, собираем ресурсы. Потому что сейчас мы потратились на улучшение дома. И на крафт лука. Поэтому нужно нам периодически все собирать. Привет, Винджер. И вопрос, куда нам надо. Нам надо... Наверх или нет? Давайте-ка на карту взглянем. Да, нам надо однозначно наверх. Поэтому, Саблезуб. Спасибо тебе. За транспортные услуги. Нам надо чуть дальше. Эх, не сюда. А вот сюда. Чтобы сразу наверняка. Саблезуб, а ну-ка покажи класс. Давай, встреть меня наверху. Я знаю, ты можешь. Ну зачем? Зачем? Токар, ты что? Сдурел, что ли? Так, кто-то морет. И зачем? Перестрелка какая-то, друзья. Ну-ка посмотрим. Сейчас вмешаемся в конфликт. Кто с кем? Нет. Ладно. Погнали тогда. В комментариях мне подсказали по поводу редких животных. Спасибо, друзья, за помощь. Тайник охотника. Наскальный рисунок, чтобы найти неподалеку редкие ресурсы. Я согласен. Да, давайте мне редкие ресурсы. Хорошо. Где их искать? Что с этим делать? Наверное, наверх нужно. Нет. Нет, не похоже. Оседлать. Нет, не оседлать. Ладно, друзья, пойдем. Куда собирались? Ничего страшного с теми редкими ресурсами не случится, если мы их не возьмем. А мне очень интересно посмотреть, кто у нас вот здесь. Что за персонажик такой? Если персонажик, конечно же. Так, где-то, где-то, где-то деревяшка. Вот она. Лагерь. Отлично. А здесь у нас лети словно птица, по-моему. Я что-то не успел почитать, по-моему, да. Привет, друг. Оу. Ты смотри, чем ты занят, да? Не летают, да? Ну давай, попробуй еще раз. Может быть, со второго раза полететь. Птица, говорить. Ты, Урки, говорить, как летать. Ты, Урки, говорить, как летать. Винджа. Винджа. Ты улетать, мелкая тварь. Улетать. О, я чувствую, это один из таких прикольных персонажей будет. Урки, как птица, летать очень что-то там. Урки, нет, нет перьев? Перьев нет же. Ты умный. Ты очень умный. Ты помогать Урке сделать перья, тогда Урки летать. И помогать Урке сделать перья, тогда Урки летать. Ой, друг, да, ты тут в пещерке-то надышался, наверное. Или угорел. Или от природы такой. Ладно, давайте посмотрим, что тут от нас требуется. Вот сюда нам нужно идти. И что-то там. Стоп, стоп, Токар, отлично, красавчик. О, посмотрите, какие красавцы, а, здесь у нас. А ну-ка, лови парочку. Вот так вот, сразу двух. А ты, смотрю, не понял юмора. А вас тут немало, да, ребята? Саблизуб, а ну-ка сделай красиво. Накажи. Стрелков этих. Убийство зверем, отлично. Так, лечить, лечить. Все ясно, облутать как. Сам полечись, Саблизуб. Нет места. Нам хотя бы стрелы назад забрать, и то будет хорошо. Вот что-то я по этому луку не очень понял. У него точность пониже будет, чем у одинарного. Ну, оно-то и понятно, две стрелы как бы. Но смысл в том, что в голову сложнее попадать, наверное. Скорее всего, этот лук нужен для каких-то больших животных, чтобы... Ну вот, видите, две стрелы пошло, а толку с того никакого. То есть, довольно сложно попасть. Так, ладно, давайте теперь искать каких-то ворон, надо не стрелять. Грязь, рыба, черепаха, снежная птица. Ох, сколько всего надо, друзья. Вот это да. А ну где-то там, с двумя стрелами бегаешь. Промахнулся, вот это да. Все, ладно, друзья, оставим его в покое. Это сейчас долго может продолжаться все бесконечно. Давайте поищем эту грязь и рыбу. Ага, она сама нас нашла. Ну-ка иди сюда. Ой-ой-ой, друзья. Друзья сейчас забьют. Давай, токар, ты что? Обалдел, что ли? Друзья, вот это да. Вот это чуть меня не разорвали. Давайте-ка еще подкушаем. А вообще надо, скорее всего, нам тут через зрение охотника наше действовать. Потому что по-другому тут могут и накусить. А это у нас черепаха. Да, друзья, конечно, не очень этот лук, я вам скажу. Потому что... Точность у него слабенькая. Давайте-ка я перейду назад. На наш длинный лук, вот этот. Мы походим с ним какое-то время. Время, пока нам нужны какие-то точные выстрелы. Мы походим с этим луком, а дальше... Угу, не попал. А ну-ка, не попал. Попал, отлично. И где-то еще одна. Отлично, и ее забрали. Быстро-быстро, друзья, собираем все. И грязь рыбу тоже. А, ну все, одну нашли, отлично. Все, не буду заморачиваться со второй. Давай-давай, токар. И нам нужен еще ворон и смежная птица. Давайте искать. Ворон. Нет. Стоп. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Я думаю, так из лука будет сложновато попасть. Поэтому попробуем как-то по-другому. Кстати, здесь у нас костерок есть. Костерок этот уже заработал. И тут тайничок. Тайничок нужно обязательно обчистить. Но в тайничке тут что-то не густо. Мясо. 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 Это все есть. Оп. Оп. Вот посмотрите, валяет, да, этот лук. Определенно он круче. Как по мне, вот длинный лук. Определенно получше будет. Валяет очень здорово. Двойной, ну, скорее на каком-нибудь мамонта, мне кажется, подойдет, нежели... Эх, конечно, нет. Ох, попал, друзья, посмотрите, красавчик какой. Наш токар, молодец. Попал. Деревянная стрела, перья ворона. Отлично. И осталась у нас снежная птица. Да серьезно? Оп. Оп. Смотрите-ка, какой стрелок. Получи. Как минимум с них надо забирать стрелы. Где он там? Все, ладно, стрелу забрали, то хорошо. И теперь снежная птица осталась. А как их, интересно, отличать? Снежная она или не снежная? Нет. Не попал. А может быть нам залезть надо? Ну, давайте-ка попробуем. Может там что-то вверху есть интересное? А снежная птица, она больше похожа на наземную, как по мне. Меньше она похожа на летающую, я бы сказал. Так, а наземные там были какие-нибудь интересные? Да, наземные есть, друзья. Вот это надо сейчас... Стоп, стоп, Токар, не то делаем. Надо вниз и на земле поискать ее. Токар, наш выход. Во-во-во-во-во, друзья, а ну-ка... Нет, не попал. Ну, давайте... Вот, внимание. Но это, скорее всего, ворона, почему-то у меня такое чувство. Да, это ворона, друзья. Угу. А ну посмотрим на область выполнения. Что у нас здесь вообще? У нас здесь... Великий Прошрава. Местоположение обнаружено. И что это такое? Это водопад, скорее всего. Про это речь идет. А вы знаете, у меня такое чувство, что нам надо на остров науток переплыть. Не исключено, что наша цель вот здесь. А ну посмотрим. Да, так и есть, друзья. Отлично. Принесите урки перья. Хорошо. Нам туда наверх, интересно. Подхватываем ресурсы по пути. И все пригодится. Хорошо. И вот наш... Урки. Урки. Ох, затея это урки не очень, я тебе честно скажу. Будь аккуратным. Ты идти смотреть, как урки, как птица летать. Ты понимаешь, что этого мало? Ну, как бы этих перья у тебя в руках, друг. О, да ты тут намастерил, ты посмотри. И черепаху на голову надел, ну ты прям вообще красавчик. А, идти туда надо. Ну все, ладно, пойдем. Пойдем. Ох, друзья, бедные урки. Хоть бы выжил, бедолага этот. Хотя вы знаете, так, наверное, в этом времени и рождались, я думаю. Всякие там умы, великие ученые и все такое. Вот так он 10 раз упадет, на 11 он сделает уже что-то осмысленное. Смотреть, умные урки, над деревьями летать, как саблезуб с крыльями. Ну давай, урки, давай. Только с такой высоты, мне кажется, ты того. Я, конечно, не думаю, что... Но... Ну хорошо, хоть там что-то мягкое было, урки. Вот это ты начудил. Лети словно птица. Ты где там? Вылезай давай, ты что там засел? Ясно. Не хочет вылезать, ну ладно, друзья. Не попал бы серьезно. А сейчас? А сейчас попал. Мешок полон кремель. Урки, ну что там кричишь? Вылезай давай. Или ты к нам автоматически в лагерь попадешь? Ладно, друзья, хорошо. Давайте еще посмотрим в изготовлении, что там у нас появилось. Нет, от урки у нас ничего особо не появилось. Хотя вот у нас есть такой и такой. Но вот это те... Форд. Какой-то Дарвы там и... Баттери. Это как раз вот эти места, как я понимаю. Вот. Вот этот форт большой Дарвы. И у нас еще есть. Форт огненного крика. Друзья, вы знаете, вот рядом есть охота. На большого шрама. Вы знаете, давайте попробуем. Интересно. Все-таки. А вдруг у нас что-то получится в этой серии. А нам нужно наверх. А наверх, друзья, скорее всего, тут прилично или объезжать, или обходить. Посмотрим, как лучше. Ну да, немало. Я думаю, что, скорее всего, здесь можно залезть, но... И пещера там наверху есть. А ну, давайте попробуем. Я помню, здесь была веревка. Давайте попробуем залезть. Что это нам даст сейчас? Посмотрим, где тут... Еще есть всякие варианты для того, чтобы залезть наверх. Да давай, Токар, ты завязывай. Что ты настреливаешь-то? Так, хорошо. Я думаю, что можно, друзья, будет в итоге здесь на самый верх забраться. Да, я уже вижу. Следующий крюк. Мы зайдем, может быть... Нет, вы знаете, давайте сразу попробуем на медведя поохотиться. Может быть, что-то у нас в этой серии получится. Ну, хотя бы нанесем ему там урон. Например, если не получится его так забрать. Может быть, хотя бы нанесем ему какой-то урон, чтобы... Подготовить его к следующему заходу. Ну вот, взобрались, наконец-то. Что у нас здесь? Все забираем. Дерево, все нужно. Люблю, когда у меня надпись... ...у вас не влезает в сумку. Но это значит, что у нас всего достаточно. Особо париться за ресурсы не надо. А здесь есть возможность куда-то залезть? Да серьезно, нет? Нет, по-моему, что-то там... А ну-ка, токар. Ну, токар, ну ты правда, что ли? Камень, посмотри, пологи абсолютно. Ты что, залезть не можешь? А вот нет, друзья, нельзя залезть. Но есть здесь мамонт. Кстати. А вот что, если нам попробовать... ...на нем прокатиться? Как это вообще выглядит? Я, конечно, думаю, что он нам сейчас может отвесить. Все, все, я пошутил, я пошутил. Все, успокойся. Саблезуб уже вошел, да? В раши, хорошо. А вы знаете, друзья, вот сейчас как раз и пригодится нам двойной лук. Давай, токар, ну поджигай ты. Саблезубу все. Хана. Оп, маневры. Оп, маневрируем. Оп. Ох, друзья, рано или поздно он достанет. Стоп, 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 стоп. Вы посмотрите, какой точный парень. И второй, да? Второй. Да, и второй, друзья. Ой-ой-ой-ой. Забьет. Сто процентов убьет сейчас. Бежим, 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 бежим. Скорее, скорее, скорее. Получи. Так, друзья, пытаемся, пытаемся. Мансим, прячемся. Ой-ой-ой-ой. На-ка. Отлично, друзья, второго забрали. Хорошо. Ох, вот это бой. Вот это я сходил на медведя. Ну, скорее всего, друзья, на медведя мы не попадаем уже в этой серии, потому что, я думаю, времени у нас не хватит на это, на все. А здесь у нас тоже мамонт, но по каким-то непонятным причинам от него остались только стрелы лежать. Не, вот это, кстати, неинтересно, друзья. Такие баги не очень. Вот так вот будешь на мамонта охотиться, по факту... Не получишь ни шкуру, ни мяса, ничего. Отличная, отличная задумка. Ну, сведем это все к багу. Скорее всего, это он и был. Воскрешаем нашего саблезуба. И где-то здесь есть пещера, которую можно исследовать. Давайте в этой серии мы ее исследуем, а в следующей сходим на медведя. Возьмем себе в коллекцию этого медведя уникального. Главное, чтобы мамонты сейчас не занервничали. Смея куснула там, сволочь, а такая. А нам куда в итоге? А нам в итоге куда-то вот сюда. Все, пошли. Саблезуб, я жду тебя. Давайте-ка мы сделаем сейчас себе факел какой-нибудь. Да хоть из копья. Посмотрим, что здесь, затерянные пещеры. Естественно, лабиринты, которые можно найти в различных частях Уруса, чтобы исследовать пещеры, источник света. Так. Обследуйте пещеры в поисках уникальных наскальных рисунков и других предметов. Хорошо. Давайте попробуем. А там какой-то баг текстурки сейчас я видел, но это ладно. Так, а здесь у нас что? О, а здесь у нас ресурсы, это хорошо. Зажжем костерок. А здесь у нас еще какая-то сумочка есть, посмотрите-ка, вверху. Нет, уже внизу показывает. Но вверх нам все равно нужно, поэтому лезем, смотрим. Саблезуб где-то у нас потерялся. Ну ладно, потерялся-потерялся. Вообще не знаю, друзья, насколько вот это вот все нужно и важно. Ну вот, что-то есть такое. Оп. Заходим. Нет, не заходим. Это просто куда-то. Проход очередной. Хорошо. Давайте сейчас сделаем вот так. Пусть здесь будет свет. А мы в итоге можем еще вот сюда зайти. Можем-можем. Хорошо. Собираем южный камень. И здесь есть проход. Смотрите, сколько здесь всего. Куда хочешь. Да серьезно? Что-то не... Хотел спросить, выжило что-ли? После копья в брюхо. Это нереально. Ой, друзья, жесть какая. Вот это да. Так, не то, не то. Хотел перепрыгнуть. Но завалился в итоге. А здесь, конечно, не перелететь так просто. А хотя, может быть, и перелететь. Если вот эта штука не тормозит, а она тормозит. А вот здесь... Перелететь, друзья, отлично. Давайте здесь еще пока посмотрим. Что у нас здесь есть интересного? Прочная древесина. Отлично. Здесь какие-то кусты. Я знаю, что они обгорают. И там что-то можно будет либо найти, либо пройти. А здесь рука дальше. Давайте берем руку. Но я думаю, что не за этим сюда вообще надо было идти. Я думаю, что здесь что-то еще есть поинтереснее, чем рука дальше. Все-таки из-за одной руки дальше сюда переть. Это такое себе развлечение. Так. Где-то шипит змея. Вопрос только где. А здесь у нас какие-то белые камни. А вот она шипит. Ну что? Оп. Получи. Ох, друзья, сейчас пожар здесь устроим. Мясо. Жир зверя. Нет, это все не нужно. Не за этим я хотел сюда идти. А за приключениями и славой. Но этого здесь нет. А там, по-моему, был вариант. Можно было... Пойти... Куда-то еще. А можно было залезть. Нет. Здесь был только вариант залезть. Короче, ладно, друзья, вы знаете, выйду я в итоге отсюда. Не знаю, что тут искать. Я думаю, что здесь можно очень долго блуждать, ходить. И вы знаете, нам бы уже отсюда... Саблезуб, ты напугал меня вообще? Я хоть иконку видел, но я думал, ты где-то лазишь там на поверхности. Опять шипит. Смотрите, какая борзая змея. Оп! Курочку. Затрепали. Заберем. Редкие перья. Это хорошо. И давайте посмотрим, друзья, что еще здесь есть поблизости. А вот поблизости есть каких-то куча мешков. Где-то наверху. А ну давайте-ка сейчас попробуем туда прогуляться. По пути соберем еще ресурсов. Я думаю, особо уже в этой серии мы за пять минут здесь ничего... Глобального и большого не сделаем, поэтому... А вот, кстати, маленький мамонт, и на нем можно ездить, я знаю, да. Оп! А ну посмотрим, друзья, как оно на мамонте. А ну-ка, кто там? Получил. Давай-ка, малыш. Давай-ка устроим здесь. Получил. Это свои, этих не трогай. Опа, посмотрите, какая красота, что на мамонте можно вытворять. Вот это да, друзья, вот это класс. Ну все, спасибо тебе. Спасибо тебе, малыш. Редкий южный клен. Хорошо. Пособираем здесь до упора ресурсов, чтобы... к следующему крафту или строительству быть готовым. Так, аккуратно. Вы знаете, пускай там винджа бьются, не хочу особо лезть с этим мамонтом. Такой себе. Персонажек может и затоптать ненароком. А ну-ка. А ну-ка. Посмотрите, козел какой вообще непробиваемый. Так, а у нас здесь медведь. Там два огромных... Друзья, вы знаете, вот такого медведя у меня нет. В том смысле, что он не приручен. Спасибо, Миша. По-моему, неприручен такой медведь. И, скорее всего, у меня даже не взят скилл на то, чтобы его приручить. Да, пещерные медведи не взят. Но ничего страшного. Можем просто повоевать с этими медведями. Смотрите-ка, что делается. Не хочет. Не хочет с нами воевать медведь? А ну попробуем. Тут и зилы еще эти бегают. Зря ты так голову выставляешь вперед, дурак. Это все может плохо кончиться. Обыскать и взять южный клен. Берем. Вот так вот. И клен, и погладили сразу все. Все сделали. Хорошо. Здесь рядом есть задание и... А вот и медведь. Ох, это же надо я стрелок какой, друзья, прям промахнулся в упор. Нет, двойной лук определенно такое себе развлечение, я скажу, потому что... Ну вот если только так. А здесь у нас, посмотрите, какой-то лагерь. Да, тут палаточка такая интересная. Ну ты слушай, мы с тобой пообщаемся, давай, в следующей серии, я думаю. Эта серия у нас уже подошла к концу. Сейчас мы тут заберем. Нет, не заберем. Все, хорошо, мы с тобой поговорим обязательно. Чуточку попозже. Спасибо, что посмотрели эту серию. Если вам она понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно, друзья, пишите ваше мнение по этой серии. Помощь, если какая-то... ...у вас есть для меня по этой игре. Все пожелания, предложения направляйте в комментарии. Будем с вами там общаться. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.